Здравствуйте! Это программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Коротко о главных темах этого четверга. Четверть миллиона рублей за покровительство томского бизнесмена обвинили в даче взятки бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. Их пробивает озноб от ожидания заветного «да». Почему при подключении газа новые абоненты порой месяцами ждут одобрения на запуск? От исцеления тела к исцелению души в Барнауле приступили к реставрации бывшей католической церкви, которая почти 100 лет была аптекой. Алтайский край должен проявить ответственность в сфере ЖКХ, заявил спикер Государственной Думы во время правительственного часа, посвященного проблемам в коммунальной сфере. Совещание на эту тему прошло в Госдуме накануне. Алтайский край в своей речи обратил внимание Вячеслав Володин. Он призвал наш регион, несмотря на оправдание, в виде недостатка финансирования, проявить более ответственный подход к сфере ЖКХ. Спикер отметил, несмотря на рост цен, качество услуг в нашем и подобных регионах остается на стабильно низком уровне. Притом депутат дважды отметил, что обеспечение коммуналкой и населения – это ответственность местных властей, многие из которых предпочли отдать инфраструктуру конституционера. Также было предложено разобраться, почему в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Тюмени получается наладить работу, а в других регионах – нет. Кстати, казалось бы, примета прошлого – печное отопление для городов края – еще актуальная реальность. 140 возгораний произошло этой осенью в частном секторе края, по данным статистики. Причина – нарушение правил пожарной безопасности, а также неправильная эксплуатация печей. Зимой такие ЧП происходят еще чаще, поэтому накануне холодов спасатели проводят профилактические рейды. Добрый день. Главное управление МЧС. Проводим профилактические мероприятия, направленные на предотвращение следствия возникновения пожара, связанных с печным оборудованием. На этот раз рейд по пожарной безопасности провели в частном секторе Октябрьского района Барнаула, квартале 953А. Почти все жители без вопросов впускали сотрудников МЧС в свои дома. Здесь везде печное отопление, поэтому накануне холодов необходимо провести ряд обязательных работ. Напоминаем, что должны быть проведены сезонные работы, очистка дымохода, побелка, оштукатуривание, устранение наличия трещин. Кто-то из жильцов частного сектора уже сталкивался с возгораниями, поэтому просто освежил свои знания. Все у нас под контролем, кажется. Мы просто через это пошли. Чтобы избежать масштабных пожаров и жертв при возгораниях, спасатели по-прежнему рекомендуют жителям частного сектора устанавливать автономные пожарные извещатели. Разъясняется возможность самостоятельного установления автоматических датчиков дыма, необходимых для обнаружения задымления в помещении и подачи звукового сигнала для того, чтобы в ночное время разбудить жильцов, либо сообщить о возникшем возгорании. Проверили сотрудники МЧС и то, насколько готов к наступлению холодов местный магазин, который также использует для обогрева печное отопление. Продавец заверил о людей в погонах, что за пожарной безопасностью объекта тщательно следит. Тем жителям, кого во время рейда не оказалось дома, спасатели оставили памятки. Остальным напоминают безопасность жителей в их руках. Но если пожара избежать не удалось, необходимо сразу звонить по номерам телефона 101 или 112. Татьяна Голубева, День с толком. Бизнесмена из Томска обвинили в том, что он давал взятку в размере 250 тысяч рублей бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. Об этом сообщили следователи Томской области. Речь о Денисе Илюшине, который был подрядчиком при проектировании моста на новом рынке в Барнауле. Томские следователи установили, что директор одной из фирм Томска, которая занимается проектированием искусственных сооружений, дорог, мостов и путепроводов, в феврале 2022 года через посредника дал взятку чиновнику Барнаульской мэрии. 250 тысяч рублей Шеломенцев получил за то, что обеспечивал возможность работать по муниципальным контрактам без разного рода негативных последствий. Уголовное дело в отношении Илюшина возбудили по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере». Тениса Илюшина арестовали, он находится в СИЗО, вину не признает. В новый дом с новыми правилами жители одной из новостроек поселка Южный в Барнауле жалуются на свою управляющую компанию за то, что она, по их мнению, оказывает ненадлежащего качества услуги, а главное, незаконно взымает дополнительные средства. Но у обслуживающей организации есть свое объяснение сложившейся ситуации. О жилищных недопониманиях Юлия Щепина. Новостройка на Герцена в поселке Южный. Часть ее жителей недовольна состоянием здания и уходом за ним. Многоквартирный дом сдали в эксплуатацию в апреле этого года, а ручки уже отрываются, жалуются люди. Также их волнуют и другие проблемы. Не устраивает качество клининговых услуг. Не устраивает качество содержания при домовой территории. Нет урн. Вот тут, например, у нас отсутствуют урны. Бычки все валяются. Вот они здесь. Дом обслуживает управляющая организация «Импульс». По словам мастера организации, все возникающие недочеты сразу же устраняют. Так, после жала под жителей трех квартир на уборку, компания организовала поквартирный обход. «146-я квартира, вот могу показать. Значит, женщина говорит, нас устраивает все. Уборка проходит как положено. Проблем нет. 148-я квартира рядом, то есть на этой же площадочке тоже самое». Кроме того, был повторно проведен обход и собраны подписи жильцов. «Сегодня со мной встречались представители клининговой компании, представители «Импульса». Ну, прошли, да, замечания наши были услышаны. То есть, да, будет работа вестись дальше. Но вот есть те, которые окна общедомового помещения, да, это колясочные, они выходят на ту сторону, во двор. И окно, подоконник весь, вот за весь сезон, он засыпался песком, грязью, естественно. «Обошли все, посмотрели, как бы приспросили, что ее волнует. Ну, вот то разводы какие-то, то пыль. Ну, как бы дали ей номер телефона мастера клининга и объяснили ситуацию. Если что-то, может, где-то ей не понравится, она звонит сразу и исправляется эта работа. Ну, как бы все на этом. «Идете, как бы, на встречу?» «Ну, конечно, а как же, мы же с людьми работаем». Некоторые жильцы понимают, ремонт в квартирах идет полным ходом, поэтому идеальной чистоты пока не будет. Но это не все вопросы возмущающихся. При возникновении ситуации, например, краны потекли на отоплении, на батареях отопления, оказывается, отключить стояк, чтобы поменять краны или предотвратить течь, это платная услуга оказалась. Было озвучено 700 рублей. По мнению женщины, за тариф 22.96 все услуги должны быть бесплатными. Как нам пояснили в управляйке, по постановлению правительства номер 290 о минимальном перечне услуг, в рамках тарифа компания обслуживает только общее имущество многоквартирного дома. В случае аварийных ситуаций на общедомовых стояках устранение проведут бесплатно. В последние годы собственники, приобретая квартиры в новостройках, в ходе ремонта многое переделывают по своему усмотрению. В большом количестве хотят переносить или вовсе срезать полотенцесушитель, переносить приборы учета холодной и горячей воды, радиаторы отопления. В связи со сложностью и трудоемкостью произведения работ по отключению стояка, которые обычно занимают до половины рабочего дня, в нашей компании определена плата за данную дополнительную услугу по отключению и сбросу стояка в размере 700 рублей. В перечне дополнительных платных услуг дома две графы – сброс стояка и повторная опломбировка счетчика – 500 рублей. И хотя руководство обслуживающей организации считает себя правомерной брать деньги за них, люди с такой позиции не согласны и призывают управляйку лучше исполнять свои обязанности без дополнительных поборов. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. И вновь в коммунальной теме. Замерзнуть этой зимой боится одна из семей Барнаула. Супруги Борисовы построили дом в садоводстве и этим летом начали его газифицировать. Они провели газопровод к дому, смонтировали оборудование внутри. Осталось лишь проверить работы, чтобы запустить газ. Но на этом этапе процесс застопорился на несколько месяцев. Кто его затягивает и как часто с подобной проблемой сталкиваются люди в принципе? Разбиралась Анастасия Дороган. Сохранить тепло, насколько это возможно, задача на день Зои Новиковой. 90-летняя бабушка, еле передвигаясь, контролирует электрообогреватель, чтобы хотя бы в ее комнате никто не замерз. Когда сильно уже замерзнем, включаю. Вот они и собираются сидеть в тепло. Самая теплая комната в общем. Зоя Михайловна старшая в семье. Ее внучка Елена вместе с супругом год назад построили дом, чтобы перевезти бабушку к себе. Первую зиму пользовались печкой, а летом решили газифицировать дом. Смонтировали оборудование внутри дома, протянули трубы к участку и внутри него. Нам выкопали, подсоединили к этой трубе. То есть все хорошо. Ну мы так и порадовались, что быстренько все будет. А потом дошло дело до документов. Проводить газ семья решила через одну из трех газораспределительных организаций города Русиэнерго и заключила с ней договор. Сами работы выполняли другие подрядные компании. Трубы к участку проводил теплогазмонтаж, а оборудование внутри дома монтировал Барнаул Горгаз. Это были последние работы, после которых газификация дома встала и стоит почти три месяца. Сегодня я позвонила в Русиэнерго. Нам сказали в Горгазе, что ждите технадзор. То есть вот три месяца нам почти обещают. Позвонила, узнала, что вообще про нас знают, нет. А там сказали, что чтобы технадзор пришел, нужны документы, чтобы у нас были. А получается там знать не знают, никаких документов нет. По правилам монтаж оборудования должен проверить технадзор, выявить недочеты и заставить переделывать или же одобрить работы. Его роспись – финальная стадия перед подключением дома к газу. Работу у обычных жителей, то есть физических лиц, проверяет технадзор газораспределительных организаций. Это их внутренняя структура. На момент подготовки сюжета получить оперативный комментарий о причинах промедления у Русиэнерго не удалось. Но судя по разговору с подрядчиком Барнаул Горгазом, документация Русиэнерго была направлена. По словам представителя компании Игоря Лисовского, сейчас мастер Барнаул Горгаза сам ждет, когда технадзор Русиэнерго выйдет на адрес с проверкой. Он ждет, когда с ним свяжется технадзор Русиэнерго, чтобы за ним приехать, отвезти его на адрес, где он все должен проверить, поставить нам подписи. Тогда только это все готово будет. Ему звонили уже не раз, и при мне звонили. То есть как периодичность. Вторник, четверг пока не могу. Вот такие вопросы. Пока не могу. Я понимаю, что мы не одни. Организаций очень много, которые занимаются газификацией. И регламентов никаких нет даже у «Газпрома». Семья Борисовых уже запуталась, кто затягивает процесс и какая структура какой подчиняется. Предъявить подрядчику, что монтировал оборудование в доме, люди ничего не могут. Поскольку договора на этом этапе нет, как поясняет специалист, то и сроки открытые. У них договор с ручей недорогой. То есть у них дом-то подведен. А мы, как подрядная организация, выполнили просто работу. По мнению юристов, такой бездоговорной на определенном этапе работ порядок напрямую нарушает права потребителей. Вы изначально должны заключить договор к тому, кому пришли. И денежные средства должны быть оплачены. В договоре обязательно указан срок исполнения. То есть этот договор однозначно попадает под закон защиты прав потребителей, где должно быть определено начало и окончание услуги. Чтобы это ускорить, конечно, нужно идти в прокуратуру. По нашим данным, число таких домов, ожидающих проверки технадзора, может доходить до сотни, а срок ожидания – до нескольких месяцев. Невольно возникает вопрос, кто затягивает процесс. Неужели сама организация, на которую возложено право газифицировать дома? За разъяснениями на эти вопросы мы обратились к газораспределительной организации «Русиэнерго». Направили официальный запрос. А семья Борисовых тем временем запасается углем и дровами, чтобы не замерзнуть этой зимой. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. 8 из 10 семей участников специальной военной операции ощутили на себе внимание мошенников. А некоторые из родственников бойцов и вовсе стали жертвами злоумышленников. Такие данные приводят специалисты по финансовой грамотности. Все больше людей желают пройти финансовый ликбез, говорят эксперты. Как себя обезопасить, узнали и мои коллеги. Ни совести, ни жалости, ни сострадания. С каждым годом мошенники становятся все изощреннее и все чаще докучают семьям участников СВО. Развод по телефону маскируют под заботу о военнослужащих, говоря по ту сторону трубки следующие. Ваш близкий, который находится на службе, нарушил какой-то приказ, присылают копию якобы из Минфина. Тут же предлагают перевести все деньги на безопасный счет для того, чтобы не было удержано взыскание в размере 195 тысяч рублей. Обратите внимание тоже на эту цифру. Она вот такая неровная. Еще один актуальный вид мошенничества нацелен на пенсионеров. Якобы специалисты пенсионного фонда сообщают человеку о неучтенных годах трудового стажа. Для пересчета пенсии просят данные паспорта, снился и код СМС. Так они попадают в госуслуги к человеку и получают доступ к другим ресурсам. Противостоять мошенникам стараются специалисты по финансовой грамотности. В нашей семье заведено следующим образом. Все финансовые транзакции, там больше двух тысяч рублей, грубо говоря, да. Если кто-то кого-то просит, кому-то перевезти, срочно, быстро, неожиданно, и вот именно вот сюда, у нас есть пароль. То есть при названии этого пароля мы каждый месяц его обновляем, потому что все равно где-то в переписках можем его упомянуть. Либо где-то все равно и прослушивать могут наши диалоги. В этом году алтайские правоохранители зафиксировали больше 6 тысяч несанкционированных хищений с карты счетов и полторы тысячи перечислений дистанционным способом. Актуальные новости о мошеннических схемах и методах противодействия жителям регулярно рассказывают в Центре финансовой грамотности в Барнауле. Однако интерес людей вызывает не только защиту уже имеющихся накоплений, но и возможности их приумножения. Полезные лекции Центра, открытого не так давно, посетило почти тысячи человек. А чтобы слушателей стало больше, руководство намерено участвовать в грантах. Анастасия Дороган, день с толком. Алтайские «Динамовцы» будут помогать с реабилитацией участникам СВО, которые получили серьезные ранения и инвалидность. Опыт команда набрала, занимаясь с футболистами-ампутантами. Благодаря спорту бойцы смогут не только быстрее восстановиться, но и психологически и социально адаптироваться. Для участников СВО уже провели открытую совместную тренировку с многократными чемпионами России, чемпионами мира и Европы. В Алтайском крае «Динамо» помогает реабилитироваться инвалидам с 1993 года. К восстановлению католического храма приступили в Барнауле. Он находится в здании бывшей муниципальной аптеки на проспекте Ленина. Костел построили в 1913 году по инициативе Римской католической церкви. За основу взяли проект архитектора Ивана Насовича. Однако храм просуществовал лишь до 1931 года, далее объект перестроили под аптеку. Сейчас рядом со зданием идут подготовительные работы. Когда реконструкция завершится, пока неизвестно. Католическая община ищет спонсоров. Проект реставрации подготовлен. Помимо перепранировки он включает в себя усиление фундамента, демонтаж верхней части здания, установку высокой башни для колокольни, воссоздание верхних рядов, кладки с помощью реставрационного керамического кирпича и новых стрельчатых оконных проемов. Также на эскизах видно облагороженную территорию и декоративное ограждение по оригинальным чертежам Насовича. На этом у меня все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok